В рамках празднования Дня труда в Московской области в Протвинской библиотеке прошла встреча жителей города с представителями трудовой династии художников Помеловых. Сначала хотела сказать огромное спасибо вам за то, что вы вообще такое мероприятие устроили, потому что благодаря этому есть повод вспомнить свои корня. Я родилась в 1942 году в городе Загорске, сейчас Сергей Фасад и всегда был Сергей Фасад. Буквально в 100 метрах от Лавры нельзя смотреть. Место Бобеславы. Да, это бывшая улица Рабочая, так называла, а сейчас на улице Громова. Дом, в котором я родилась, где-то 150, он сохранен. И там живут мои родственники. Инесса Александровна поведала историю своей семьи. Среди ее родных – писатели, музыканты, архитекторы и даже министр советского правительства. Ее матушка Надежда Петровна перед войной окончила 10 классов, что в те годы считалось хорошим образованием. Она очень музыкальная была, занималась балетом. И даже она выступала перед Сталином. Но это было, она не как профессионала, а как самодеятельный коллектив. В общем, она в качестве, значит, самодеятеля выступала перед Сталином. И у нас долго-долго хранился подарок от Сталина. Покрывало такой кружок дуга. Ее отец Александр Григорьевич был кадром военным. Перед войной руководил отделением ОСАВИАХИМа в Загорске. В годы Великой Отечественной был танкистом. В результате ранения попал в плен, сумел бежать и продолжить борьбу с нацистами. После окончания войны гвардии лейтенант с женой и дочерьми жил в Берлине, в Вене, а затем семья вернулась в Союз. Когда, значит, пересекали польскую границу, вернее, еще не пересекая польскую границу, значит, останавливали поезда, там эшелоны, эшелоны, и поляки продавали... А, это 47-й год, считайте, 47-й год, это... Отец ехал к себе на Украину, в Амбросевку, под Донецк. Это голод в 47-м году в России. И все, значит, покупали сало. И поляки продавали чемоданами, коробками, там, огромные комиссии. Покупали, естественно, не поделали. И отца, я помню, он рассказывал, я сам вот, он рассказывал. Говорит, его предупреждали, что надо внимательно смотреть, потому что, если, допустим, покупают какой-то вот... Ну, вот, у нас был такой белый чемодан, в котором это сало, как раз... Кусок сала, значит, поляки внутренности вырезали, туда солью забивали, чтобы для веса жили, а тут внутренности еще раз продавали. Ну, то есть, жули бы. С Валентином Помеловым Инесса познакомилась в годы учебы в Ростове. Уже вскоре сыграли свадьбу и по завершению учебы в 1969 году приехали в молодой город Протвино. В 70-е и 80-е годы работы читы художников украсили фасады, интерьеры, дома культуры, школ, детских садов, профтехучилища, детской поликлиники, ЗАГСа, магазинов, ландшафтные объекты города. Работали в необычных техниках. Инесса комбинировала роспись и керамику, Валентин занимался мозаикой, а также декором из многослойного разноцветного цемента. Работали и в других городах Подмосковья, и в разных весях по Союзу. Не все сохранилось с тех пор. Где-то закрасили роспись, сохранив керамические элементы, чем нарушили целостность композиции, а где-то, как в Кабинете истории Протвинской гимназии, советскую символику заменили более современной – с триколором. Валентин Гаврилович ушел рано, семья сохраняет его наследие, его работы регулярно вывозятся на выставки. С недавних пор Инесса Александровна также занимается мозаикой, причем в основном создает образы ангелов и святых. Дочь Инессы Валентина Полина училась на художника-ювелира, правда, по специальности не работает. Здесь она выходит замуж на фоне декора, созданного в ЗАГСе ее мамой. Продолжатель творческой династии Федор – такой же трудоголик, как и его родители. Его постоянно можно видеть с этюдником на улицах Серпухова, Тарусы, других старинных городов России и в живописных окрестностях города Протвино. Федор активно участвует в пленэрах по всей стране, с готовностью отвлекается на предложение провести мастер-классы для молодых художников. Его персональная выставка, прошедшая в 2019 году в Серпуховском историко-художественном музее, привлекла всеобщее внимание. Под рекомендацией о принятии Федора в ряды академиков Российской академии художеств подписались народный художник Борис Массерер, председатель Московского союза художников Виктор Глухов, вице-президент Академии Евгений Максимов, руководство Серпуховского историко-художественного музея и Республиканского музея Марии Эл, что в городе Южкорола. Но пока этот вопрос не решен. Мастерские Инессы и Федора находятся в подвале жилого дома на молодежном проезде. В связи с этим художники вынуждены заниматься и делами, далекими от творчества, изыскивать средства на оплату аренды, договариваться с собственниками жилья, а порой буквально спасать свои произведения от полного уничтожения. В 90-е годы у нас, вот вы сами знаете, что было, у нас был такой мэр Миниин Юрий Александрович, который, в общем-то, как-то вникал в жизнь художника и помогал художникам. То есть вот этот комбинат, комбинат детский сад, допустим, номер один, где роспись, он нашел деньги, вот он нам предложил. Он говорит, зачем мне кому-то, когда вот у нас свои, вот надо своих обеспечить. Он тогда... Короче говоря, я о чем? Он тогда нам, с нами заключил, ну, дал возможность договора пользоваться. Ну, тогда Ельцин еще тоже указан своим с художниками договора пользу, не аренды, а пользу, мастерские. А в нашем мастерске это постоянные были затопы. Это вот в прошлом году 14 затопов канализации. Затопило там все, начиная вот с потолок, все, работы, книги. За стенкой у нас магазин обувь. И вдруг у них тоже стало, вот от них стало затапливать нас. Так вот этот магазин, я не знаю, каким образом, но в общем сантехники в прошлом году пришли и говорят, у нас 30 лет нам ничего, вот приезжали, там прочистят и до свидания. И так на следующий день опять приезжают. А тут, значит, сантехники там что-то сделали, приходят к нам, там у меня знакомые сантехники, все, теперь у вас не будет затопливать. Вот когда художники просят, ноль внимания, топят вас и пусть топят. Но когда там обувь не стало затапливать, что-то сделали, вот, вот, вот. С учетом всех заслуг династии Помиловых перед городом Протвино было бы справедливо помочь инойся Александровне и Федору Валентиновичу в решении вопроса с размещением мастерских и сохранением сотен уникальных произведений, хотя сами они вряд ли будут просить об этом чиновников. Художники продолжают трудиться, готовятся к участию в новых пленэрах и выставках. Очередная выставка работ Федора Помилова открылась на днях в Зале Союза художников России на Крутицком Валу в столице.